Писатель, преподаватель, спортсмен и телеведущий меняют имидж. На сайте нашего телеканала стартовал проект «Верный выбор». Четверым известным мужчинам нашего города подобрали комплекты одежды. А вот кому какой, предстоит угадать вам, дорогие друзья. Над образами героев поработала имиджмейкер Алена Архипова. У нее-то и узнаем, собственно, все подробности прямо сейчас она в нашей студии. Алена, доброе утро. Алена, ну расскажите, кого в кого переодевали, как работали над образами? Ну, в кого в кого здесь, скорее, наверное, не такая формулировка. Просто задача была подобрать какой-то новый, интересный, необычный образ нашим героям. Поскольку они все, как вы видите, харизматичные, яркие, очень интересные люди. И мне очень хотелось, наверное, узнав их чуть-чуть поближе, понять вообще, что им близко, что интересно. И отразить в образах, что, собственно, получилось. Очень интересно получилось. Мы, кстати, знаем, что участие в этом проекте принимал еще и наш коллега Константин Перминов. Ведущий программы «Факты спорт». Скажите, как, вот, собственно, это он, Костя. Как он себя вел? Как он себя вел? Расскажите. Ну, все герои были, на самом деле, очень неординарные в плане вообще работы. А Костя же, он очень яркий, динамичный, интересующийся всем. И когда мы прорабатывали его образ, он мне сказал, что хочется чего-то, чего он раньше не надевал. А у него, как вы знаете, очень яркие образы сами по себе. Поэтому мне пришлось, конечно, немножко подумать. Одни кроксы, чего стоят его делать. Но, как мне показалось, и по его отзывам образ получился очень мужественным и в то же самое время стильным, необычным. Да, брутальный, брутальный мужчина. Ну, на самом деле, проекты «Преображение» всегда такое сложное, мне кажется, сложное дело. Все ли ребята остались довольны новыми своими? Вы знаете, я тоже переживала, наверное, в какой-то момент по поводу этого проекта. Но, видимо, мой опыт и подход к людям, которые я всегда, в принципе, использую, он сработал. И все герои остались довольны. Более того, Игорь, вот, кстати, он сейчас... Он был у нас в гостях. Да, его ноги. Его часть, Игоря. Он был очень скептически настроен против шарфа и сопротивлялся до последнего. Сказал, что этот элемент одежды, он просто не хочет надевать ни в какое. Но, как ни странно, он приобрел по итогам дня съемок не только шарф, но и весь комплект целиком. Понесло. Да, остался очень доволен. Ну, мы тут, на самом деле, перед эфиром подготовили такое небольшое, можно сказать, задание. Мы почитали вот статейку. Очень интересная. Детали современного мужского образа, которые всем надоели. Вот хотелось бы с вами обсудить и спросить вам, надоели эти детали или нет. Вот, например, борода лопаты и подкрученные усы. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, я такой сторонник, наверное, больше индивидуального подхода. Если характер мужчины требует такого образа, то да. Если он слишком женственный, да? Ну, здесь можно... То его украсит борода. Может быть, перебежь немножечко. Дальше. Кок и гулька. Такая вот прическа странная. Вполне может быть. У мужчины гулька. На мой взгляд. У мужчины гулька, да, бывает? Да. Ну, кстати, вот Игорю, да, мы продумывая образ, тоже что-то подобное сделали. Ну, потому что стиль и образ такой. Хорошо. Как вы относитесь к очкам без диоптрии? Вот в такой черной тузке? Не к очкам, а к очкам. Очки. Наверное, имеет место быть. Опять-таки, у каждого свой образ. Ну и галстук бабочка. Очень часто его сейчас надевают. Всегда ли это уместно? Вы знаете, это больше неформальный, наверное, образ. В качестве креатива я бы использовала что-то уже другое. Ален, спасибо вам большое за ответы. Спасибо огромное вам за консультацию. Ну, а вы, дорогие телезрители, не переключайтесь, скоро вернемся.